добрый вечер дорогие друзья вы на канале питомник амарий стик сегодня 25 февраля 2020 года и при вечернем кормлении моих улиточек я вот такую ситуацию обнаружила в террариуме у моих фулик которых я называю подкидышами которых я пытаюсь немножко подрастить так как они растут но при этом обратите внимание это вот сейчас процесс спаривания улиток видите вот этот обмен что называется и рядом уже валяется очередная кладка про что я вам уже говорила что инкубировать кладки фули критикулят это просто катастрофа понимаете вот они без конца делают кладки буквально воскресенье я показывала что уже вылупились и поползли малыши мы с вами также наблюдаем рост и развитие радашек которые вылупились и начинают расти вот где-то с 16 18 февраля вот еще кладка конечно буду сушить морозить и скармливать родителям и опять они начнут продолжают что называется ведь вести активные размножаться и вот это безобразие видите у этих видов улиток это вот просто катастрофа куда их в таком количестве я просто не представляю это это я их пытаюсь вот сейчас подрастить что называется дать им какой-то шанс на прирост но где же у него будет прирост вот она нарастила тут же обломала и тут же отложила кладки и вот он мой весь труд на то что я их ращу подкармливаю и пытаюсь их хоть немножко им дать еще время подрасти он превращается в крах потому что при ситуации вот этого спаривания размножения и вынашивание кладок конечно естественно рост замедляется потому что организм тратит питательные вещества и кальций в том числе на создание вот этой кладки вот вот поэтому я не люблю вот это вот скажем так а заниматься разведением таких видов улиток как охотина фулика эмакулята и ретикулята кладки многочисленные потомство приходится без конца морозить потому что половина из них не растет половина из них гибнет не успевают они достигнуть какого-то более менее приличного размера по раковине они начинают без конца делать новые кладки 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 то есть ну такой знаете скажем получается такой какой-то труд я хочу им нарастить что-то тут на раковине какой-то прирост и как-то вот дать им шанс еще стать побольше по размеру и все это превращается в крах и ничего с этим не сделать неважно если по ним не жили по одиночке вот даже просто одна улиточка один террариум так как они являются гермафродитами и приходит у них вот этот вот период времени и желания делать кладки они это будут делать и у меня есть примеры на моих архах атинах когда у меня плаэрти жил один одинешенько и несколько раз делал кладки успешные у меня оставлены от этого родителя отцам облаготворение детишечки и все чудесным образом растут и такие ситуации известны улитководом у меня у подписчица моего канала уже можно сказать мои подруги алены тоже самое происходит с вентрикозой которая накупила одну для неразмножения просто для любви вот скажем как домашнего питомца и пришло время жил один сам по себе улитенок вырос и начал плодиться и без конца несет кладки вылупляются замечательные детишки и обжористые активные и кушают и растут но и собственно говоря вот такая ситуация с улиточками происходит очень часто поэтому очень печально но я так подозреваю что ничего больше я тут особо не наращу и не выращу хотя хотелось еще видите есть потенциал у этих ребяток чтобы они подросли но при таком активном извините без конца кладки без конца спаривания но что я смогу сделать повторяю даже если я их расселю по одиночке это не спасет не кормить их ну как бы скажем создать им жуткие условия чтобы не хотели плодиться так они не будут не расти никак вот такие новости на сегодняшний день на канале нашего питомника кто не подписан на канал нашего питомника приглашаем подписаться чтобы не пропустить новые для кого-то возможные полезные видео кто подписан дорогие друзья увидимся в новых видео на канале нашего питомника до новых видео до новых встреч здоровья вам и вашим питомцам если вам понравилось это видео было интересно и полезно не забывайте ставить лайки пишите комментарии с удовольствием отвечу